Девчонки, я в поликлинике не могу. Я уже была, как, наверное, пандемия началась. Я как бы не хожу туда, поэтому сказать вам ничего не могу. Ой, я не знаю, я туда почти не хочу. Пока нет. Пока ничего не изменилось. Пока только оборудование какое-то поставили и все. Ну, как вы с очередями, вот, например? Мы не сидим в очередях. Особо не ходим туда. Это все так же в очереди, когда последний раз там был. Я один раз в жизни ходила на прививку, а так я ее не посещаю, даже не знаю. На прививку ходила первый раз хорошо, первый укол. А на второй много народу было. Ой, вы знаете, а я не хожу в поликлинику. Совсем? Совсем не хожу. Мне там не нравится. Я здесь проживаю недавно. Ну, как вот, я была, наверное, раз в два. Обслужили хорошо. Мне понравилось. А очереди? И очереди, эти вот регистратуры, так очередей. Когда, правда, очереди были немножечко, когда делала прививку, это вакцинацию. Ну, тоже это как-то быстро и оперативно. У меня руки таких претензий. Вы знаете, что что-то изменилось. Ну, я так редко прихожу туда. Не потому, что я здорова, а просто там назначают врач в какое-то время прийти. Я пришла и заметила, что нет очереди. Ну, вы знаете, что-то изменилось, конечно. Вот, например, заранее можно записаться. Заранее. Затем, значит, получить вообще можно некоторые консультации или вообще записаться ко врачу, который работает в 107-108 кабинете. Если, например, заранее можно записаться. Ну, так принимают тактично. Все мне нравится. Вот к терапевту не могу записаться, это невозможно. Только в 7 утра и в 6 вечера. И вот я в течение двух недель лечусь, но я не могу к терапевту никак записаться, потому что надо снова ехать, второй раз. Тем более пожилым мы вот не можем, вот вы там по компьютеру, вот прочее. А у нас это не получается. Не знаю, что делать. И вот сейчас опять подошла, опять бесполезно. А так, обслуживание, конечно, они стараются. Мнения саровчан разделились. Кто-то ходит в поликлинику очень редко и не видит в ней каких-то изменений. Но большинство опрошенных считают, что медицинской системе обслуживания в нашем городе еще есть куда расти. Продолжение следует...